Первая туристическая неделя проходит в Нарьинмаре. Она стартовала в понедельник. Своим опытом с ненинскими турбизнесменами на специальных тренингах и семинарах поделятся профессионалы. Мероприятие направлено на повышение уровня предоставляемых услуг в сфере туризма на территории нашего региона. Все подробности далее. В течение недели на Нарьинмаре будут проходить семинары и тренинги. Они направлены на повышение качества услуг в сфере туризма в нашем регионе. Руководители и рядовые сотрудники гостиниц, агентств, ресторанов, салонов красоты, сувенирных лавок, а также мастера и ремесленники все могут повысить уровень своих профессиональных знаний и умений в течение этой недели. Когда в декабре у нас состоялся бизнес-завод, тренера со школы «Синергия» обратили внимание наших предпринимателей, что мы очень мало используем свои ресурсы в плане качества сервиса. Было сделано замечание и принято решение, что нам нужно именно обучать как руководителей, так и персонал данных предприятий именно качеству сервиса. Вот чем мы сегодня и занимаемся. По мнению коучей, а это акулы в сфере туризма, профессионалы со стажем, наша территория имеет хороший потенциал. Ирина Фан-Юнг, президент гостинично-туристической ассоциации, считает, что окружным бизнесменам надо обратить внимание на гастрономическое направление в туризме. Оно будет иметь перспективы. Основное направление – это гастроэнтотуризм. То есть, этнографические какие-то, да, гастрономические вещи, которые у вас здесь уникальны. Мы попробовали уже пирог с брусникой, с мороженкой. Очень вкусно, интересно. Я думаю, что для жителей России, а может быть потом и зарубежных гостей, это будет очень интересно. Участники семинаров отмечают возможность повысить квалификацию, не покидая пределов региона, причем всем коллективам, уникальная. Екатерина Николаева, управляющая гостиницей Натали, уверена, что после такого курса обучения сервис станет выше. Туристы начали приезжать, останавливаться у нас. Это благодаря также и Красному городу, и другим туроператорам. То есть, в принципе, есть как приток, да, так сказать. Приток есть, но хотелось бы в разы больше, прям в разы, прям в раз сто больше. Впрочем, по мнению бизнесменов, не только мягкие гостиничные кровати, интересные маршруты и вкусная еда привлекают туристов в регион. Управляющий хостел «Агат» Артем Бурачук уверен, преградой на пути развития ненецкой индустрии стоит медленный интернет. Мобильный интернет настолько ужасен, что хочется просто выбросить телефон и им не пользоваться. Я когда сюда прилетел три года назад, то у меня была, ну я прилетел, я просто расслабился. Телевизор не работает, самолеты не летают, интернета нет, берешь книжку и живешь, отдыхаешь. Это, я не знаю, округ для образования. Сегодня на дискуссионной площадке первой туристической недели участники обсудят проблемы гостиничного и ресторанного бизнеса. Завтра углубятся в тонкости межрегионального проектирования. Кроме того, в программе мероприятие посещение историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск». Организаторы надеются, что эта неделя для наших турбизнесменов пройдет с пользой. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».